Ну что ж, друзья, всем привет! Очередной выпуск АБЛ Крю. Хотел сразу попросить вас не стесняйтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Если дизлайк, то напишите, пожалуйста, в комментариях, почему, что не так мы сделали, чтобы мы это всё поправили, пофиксили. Ну а лайки будут нам говорить о том, что всё окей, вам нравится наша работа, и что она не зря делается. Ну а мы сейчас стартуем очередной выпуск, 10-й, это Экватор, так как выпусков должно быть примерно 20 у нас. Ну и первые, о ком мы будем говорить, это девушки ВБЛ Хай, конечно же. И первая команда, это у нас Кливленд Рокерс команда, которая на самом деле должна быть гораздо выше, нежели сейчас в таблице они находятся по своим игрокам, по потенциалу. Ну всё, по идее, должно было бы дать Кливленду более высокие места, но они, к сожалению, сейчас внизу таблицы. На данный момент из сыгранных 24 игр имеют лишь 8 побед девушки, при том, что в первых 8 играх сезона у них было 6 побед в 8 матчах. Вот так вот получилось, а потом 8 ноября началась чёрная, чернейшая, я не знаю, как ещё её назвать, полоса, и до 21 марта команда не выиграла ни одной игры вообще. Всем проиграли, всем, с кем встречались. Остаётся только позавидовать характеру и команде, да и девушек в отдельности, которые просто не опустили руки, продолжали играть сезон, несмотря вот на такую долгую чёрную полосу. В общем, за это отдельный такой респект для команды. Мне кажется, это самая долгая проигрышная серия среди всех участников во всех дивизионах. Ну а в целом, Rockers команда, имеющая в своём составе очень качественных игроков, которые могут поиграть и в краски, и на периметре. Отличная, разыгрывающая в составе имеется, прекрасно видит она площадку, но, к сожалению, зачастую взаимодействие ломается прямо во время игры, не знаю, с чем это связано. И вот это один из главных врагов, даже не соперники, а именно вот эта вот внутренняя какая-то химия, которая иногда, к сожалению, не срабатывает, но в целом очень хочется верить. По цифрам-то команда очень высоко находится. Пятое место по набираемым очкам, пятое по подборам, четвёртое по передачам. Меньше всех потерь в дивизионе за игру у них, вторые по реализуемым броскам со средней дистанции. В общем, в целом, если взять статистику, конечно, команда гораздо-гораздо более высокие результаты должна была бы показать. Но надеемся, что в ПО это всё-таки случится, несмотря на потери. Ну а мы переходим к игрокам, которые важны для команды. И первая из них – это Тутыхина Полина. Самый результативный игрок в своей команде. В марте среднее количество очков за игру у неё составило 25,3. Стабильный дабл-дабл за игру вообще по сезону у неё идёт. Восьмое место она. На восьмом месте она в дивизионе среди скореров. Вторая по количеству подборов. В топ-20 по блокшотам входит. В общем, вот такая вот разнообразная девушка. Ну и важный лидер. Теперь второй игрок, про которого тоже мне хочется сказать. Самый результативный игрок со своей команды после Полины. Настя Блохина. К сожалению, она получила травму. И не факт, что сможет в этом сезоне вернуться и помочь своим сокомандницам. Но хочется верить, что всё-таки, может быть, так, ментально их поддержит. 15 очков в среднем в марте и в апреле она забивала. Тоже является повышенной такой статистикой. Дабл-дабл у неё также по подборам. И вот такая вот травма выбила её в итоге. Но будем надеяться. Ну и, наконец, Лисенкова Анастасия. Третье место в дивизионе по передачам занимает. Одна из самых интересных игроков этой позиции. Очень тонко понимает игру. Умеющая разогнать команду для быстрого транзишна. Разыграть позиционку умеет. Отличный вход со скидкой. Единственной проблемой, на мой взгляд, Насте является то, что не всегда она готова набирать очки. Но это, я думаю, решаемо. Вот такая вот команда Кливленд. Ну, а мы перелетаем в АБЛ+. Друзья, да, и будем говорить мы о команде прекрасной, веселой, задорной. Ричмонд Оилерс, команда, которая, как сами парни, ну, в своё время говорили, пришли в плюс для того, чтобы просто пофаниться, поиграть в удовольствие, без напряга. Но вот этот фан и удовольствие привели к тому, что сейчас занимает команда четвёртую позицию в дивизионе. 14 побед при 20 сыгранных играх. Всего 6 поражений за сезон. Оилерс, команда, настроение бесспорно. Принесли они это всё из Денвера, из дивизиона Хайм. Много игроков оттуда. И, ну, вот спокойно в одной игре парни могут забивать всё подряд, а потом ничего не попадать. И это, как бы, такой нормой в какой-то мере для Оилерс является. Но в целом ростер, конечно, потрясающую команду. И делает её одним из претендентов на высокие итоговые позиции. Андрей Елин, который, правда, приезжает пока нестабильно. Но присутствие его, конечно, добавляет уверенности в защите, в краске. Даёт прям хороший буст. Плюс ещё и проводящий отличные матчи Родионников Артём. Вопрос лишь в одном, успеет ли он сыграть 5 игр, чтобы помочь команде в ПО. Если это случится, то это прям ещё одно отличное усиление для команды. Особенно в стадии плей-оффа. Ну и немного о цифрах. Оилерс является на данный момент самой забивающей командой дивизиона. 72,5 очка за матч. Наибольшее количество подборов они совершают. И первые по передачам, третий по двухочковым броскам, забивая 45,6% из них. И вторые по выполняемым трёхочковым броскам со вторым процентом реализации. В общем, команда в плане атаки потрясающая. Андрей Елин, если будет в плей-офф, то ещё и в защите. Ну а теперь к игрокам. Конечно же, безгачен Артём. На данный момент лучший скорор команды, безоговорочно. Тёма может очень, вот как раз таки про то, что я говорил, по-разному одну игру проводить. Но самое главное, что у него не отнять. Он включается в очень важные моменты. Может выдавать сериями попадания с периметра. Может разгонять атаку, раздавать передачи. Может действительно прям вот максимально разнообразно себя на паркете повести. И это делает очень классным атаку команды. Ну и ещё один игрок замечательный. Это Александр Зюбенко. Саша как раз таки из тех игроков, которые, ну, такую серьёзность привносят, мне кажется, в игру. Он способен забивать со средних, с контактом, в клаче. Самое главное, готов брать игру на себя. Не один, не два раза он вытаскивал победу для Оулерс. Так что, вот я не стал сюда Андрея Елена включать. Но, вот, как бы, Александр включил. В целом, Оулерс, конечно, могут претендовать на высокую позицию. Посмотрим, как это будет. Ну а теперь АБЛ Изи, друзья. Вот так вот быстро мы идём по командам. И здесь у нас Чикаго Кугорс. Команда, которая, на самом деле, в этом сезоне, ну, сумела прям полностью поменять по ходу действия тех, тот состав, который у них начинал. И тот, который в итоге сейчас играет. Скажу сразу, команда, которую поддерживает страйкбольный магазин Мангус. Не только в баскетбольной у него команда есть, да, несколько видов спорта они поддерживают. Но мы сейчас именно о Кугорс. Кугорс – команда с характером. Очень неуступчивая, готовая играть от жёсткой защиты. Нельзя сказать, что Чикаго – это бегущая команда. Но и не сказать, что предпочитает позиционку. Играют по ситуации, а потому не очень просто просчитать их. И чего следует ждать команды в каждом новом матче, не всегда понять. Можно, к сожалению, как я и говорил, лидеры, которые в первой части сезона играли, их покинули. Но команда при этом наращивает свою результативность с 62 до 72,5 в апреле. Команда стала забивать. Играет хорошо по счетам. Второе место в дивизионе по подборам об этом говорит. Кугорс предпочитает атаки со средней дистанции, из-под кольца. Десятое место в дивизионе по исполняемым двухочковым. С реализацией 41%. В общем, Кугорс – это команда, которая способна попортить кровь любому противнику. Особенно, если в составе у них есть один игрок. Я, правда, не знаю, сейчас останется ли он на плей-офф. В последних матчах он играл очень неплохо. Но вот сейчас в заявке я не понял, остался он или нет. Скриптиченко Юрий. Как раз-таки этот парень с ростом 1,83 м потрясающе играет под кольцами. Девятый он по набираемым очкам в дивизионе. Восьмой по подборам. И один из самых полезных игроков этой позиции, мне кажется, в целом в дивизионе. Вот опять-таки повторюсь, что при том, что его габариты, его рост далеко не соответствуют позиции четвертого номера. Ну, посмотрим, как будет все у Кугорс. Ждем плей-оффа. Ну и мы перелетаем в АБЛ ЛАВ. И команда, о которой мы сейчас будем говорить, ну, по факту, самая медийная команда этого дивизиона. Как минимум, да, команда, которая в какой-то мере спонтанно собралась перед этим сезоном. ТЗ, Джек Рэббитс. В ней играют баскетбольные блогеры и просто медийные ребята. Даже в названии объединили они такие два канала. ТОП Баскет и ЗБЦ, ТЗ, в общем, получилось у них. В первой же игре показали парни характер. Выиграли матч на последних секундах. Еще и там забили штрафной, который победу эту подарил. В целом, команде пришлось, конечно, добавлять по ходу сезона игроков, уже не столь медийных, да, не только блогеров баскетбольных. Действительно, хороший боевой коллектив. Самой большой проблемой этого сезона является как раз-таки сложность со сборами на игру, ну, как и у многих команд любительского формата. Часто можно увидеть совсем скромное количество игроков на скамейке и травмы, которые весь сезон преследуют ТЗ. То один игрок, то другой, то третий постоянно страдают болячками, ну, с этим ничего не поделаешь, приходится играть как приходится. Ну, и плюс еще и так получалось, что зачастую в матчах, в которых ТЗ встречались с оппонентами, те нередко привозили, ну, почти что оптимальные составы. Уж не знаю, как это, как заговор случалось, но, тем не менее, это так. По итогу 27 матчей, 9 побед, но в целом в каждом абсолютно матче ТЗ старается сопротивляться, цепляться, навязывать свою борьбу. Ну, имея в своем составе отличных, больших, на девятом месте команда по блокшотам, гораздо эффективнее у них, конечно же, получается атаковать с ближних и средних дистанций, нежели за дуги. Но совсем уж исключать дальние броски, конечно же, они не стали. Есть кому и бросить, есть кому и выдать серию дальних попаданий. Так что в этом плане ТЗ могут удивить соперника, если тот там настроен только на краску и среднюю атаку. Ну, что хочется надеяться, что в ПО команде удастся все-таки собраться оптимальным составом, дать бой соперникам. Есть 6 игроков, которые весь сезон практически сыграли без пропуска, там 20 лишних матчей у каждого. Там Скворцов, Свят, как наставник, тренер команд Щитков, Виктор, лучший, пасующий команды Галькевич и Егор, пришедший, опять-таки, из дивизиона Хайс, Сорока, Александр, Вениченко. В общем, парней много, надеюсь, что остальные травмированные доедут. Ну и сейчас мы поговорим о важных ребятах. И первый из них это Харламов Иван. Ваня получил травму, к сожалению, большому. Опять-таки, не факт, что в ПО он сыграет, но его присутствие, конечно, очень здорово добавило ТЗ. Пришел он не с самого начала сезона. Универсальнейший игрок, способен играть на периметре, способен играть под кольцом, подбирает, раздает, попадает трехочковый. Здоровье ему, надеюсь, что все-таки получится ему вернуться, как-то восстановиться. Ну и еще один крайне важный, крайне классный игрок в посте – это Галькевич Егор. Егор вообще, на мой взгляд, один из лучших игроков в этой позиции, четвертого такого номера. На усах, спиной там может играть. И еще и плюс ко всему, очень здорово включается в четвертый, нередко трехочковыми. Вот затаскивает он матчи. И я думаю, что его, конечно, присутствие на площадке придает уверенности парням из ТЗ, несмотря на отсутствие Харламова. Посмотрим, как будет. Ну и суперскоростной стулов Никита. К сожалению, лишь 10 игр в этом сезоне, пока он сыграл, но там была и травма. Потом рождение ребенка, с которым мы его уже поздравляли, поздравим еще раз. Очень классный бегущий. 19 очков в среднем за игру он забивает. Видит площадку, дает ту самую скорость, которую ТЗ, в принципе, лишней не будет. Будем надеяться, что все парни смогут собираться, смогут приезжать. И ТЗ даст бой, ну, как минимум, там, в первом раунде плей-оффа. Посмотрим, как оно будет. Ну, а мы перелетаем в дивизион АБЛ Хай. И прекрасная команда. Нас ожидает это Сангард. Команда зашла в середине уже идущего сезона. Показал, что, несмотря на статус новичка, просто никому ничего отдавать не собирается. В первых играх выиграли два раза. Два раза проиграли первые четыре игры. И первую игру сезона выиграли у Портленда. В общем, ну, сразу же показали, что все у них в порядке. Спасибо Рустаму, кстати, Латипову за то, что немножечко рассказал мне о команде. Около трех лет назад они собрались и начали играть вместе на базе фитнес-клуба. Вот так вот. Основной целью команды является просто сейчас получение игрового опыта, повышение взаимодействий, опять, без каких-то грандиозных историй. Ну, и команда это делает. Действительно, Сангард одна из команд, которая в системе и коллективной работе является основой всего. Крайне трудно сказать, что игра строится вокруг кого-то одного. Достаточно стабильная ротация. В отличие от многих команд, которые в сезоне идут, да, Сангард практически ни разу не приезжал урезанной скамейкой. Забивая 66,5 очка, идут они на восьмом месте по этому показателю в дивизионе. Третий по подборам, третий по передачам, вторые по перехватам в дивизионе. При этом потери они совершают, ну, практически меньше всех. Лишь одна команда ошибается меньше. Это Орландо Мэджик, но в целом, как бы, это говорит действительно о хорошем взаимодействии и прекрасном понимании, взаимопонимании. При этом Сангард любит атаки из краски, со средней дистанции. И все-таки не так часто атакуют они с периметра. У них самый низкий показатель по забиваемым трехочковым за игру. Но это им и не нужно, потому что есть такие вот ребята, про которых мы сейчас будем говорить. Зарьянов Никита, универсальный, большой, достаточно легкий, на ногах за ним не всегда легко успевать. Очень мобильный, с дальним броском. Двенадцатый он по набираемым очкам в дивизионе, пятый по подборам. И лучший блокирующий игрок лиги в этом дивизионе. В общем, Никита способен и с дриблингом площадку перейти, отдать хорошую передачу, бросить с дуги, еще и в защите там краску закрепить, укрепить. Попробуй против такого поиграть. В общем, Сангард имеет отличного, большого в своем ростере. Лукьянов Василий, еще один игрок, про которого я скажу. На самом деле, трудно было выбрать кого-то вот дополнительно. Ну, выбрал я Василия, потому что второй он по результативности, очень стабильно, опять-таки, со средней дистанции, очень много работы на себя берет. Не стесняется потолкаться в краске, не стесняется там выполнить такого четвертого номера роль, несмотря на то, что там ребят побольше его встречаются. Он хороший, опять-таки, игрок ротации, очень стабильный. Это, наверное, одни из главных показателей. Ну и Латипов Рустам, непосредственно основной разыгрывающий. На мой взгляд, Рустам один из самых лучших разыгрывающих дивизионов. У меня даже в этой видеонарезке нет ни одного атакующего броска, есть только его передачи. Просто потому, что вот можно было в одном матче как раз-таки нарезать столько эпизодов, где он раздает. Третий по передачам он в дивизионе и второй по перехватам. Рустам не самый забивающий игрок, хотя и в арсенале, и дальний, и средний бросок имеется. Но предпочитает он раздавать и это, опять-таки, говорит о командности коллектива. В общем, вот такой вот сангард. Ждем от них хорошей игры в плей-оффе. Ну а вам, друзья, спасибо, что посмотрели очередной выпуск. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем вам очень признательны. Всем пока-пока и до новых выпусков.